Добрый вечер, давайте связь проверим. Слышно меня? Добрый вечер. Тема нашей презентации сегодня яда, симптомы диагностика лечения, это все только первая часть, так как все полностью, ну тема вообще обширная, поэтому все полностью мы не сможем охватиться один раз. Значит, что такое отравление? Ну, отравление, значит, у нас животных, оно случается как ядохимикатами, минеральными удобрениями. А, так забыл представить, да, ну, также в лекцию идет Шарошкина Юлия Владимировна, вот, и если у нас, хорошо, хорошая слышимость, то, да, мы начинаем. Значит, отравление животных у нас случается различными ядохимикатами, сельскохозяйственных животных часто бывают минеральными удобрениями, недоброкачественными кормами, ну, у домашних тоже встречается недоброкачественными кормами, ядовитыми растениями. Если брать кошек, собак, то чаще всего ядовитыми растениями, это домашние растения, да, также ядами животного происхождения и так далее. Отравление у животных протекает как остро, так и хроническим. Ну, для острого отравления у нас характерно быстрое течение, мы это знаем, и, возможно, внезапная гибель животного. Хроническое протекает же длительно. Значит, ну, домашние животные у нас могут, значит, могут отравиться, как проглотив ядовитую пищу, соответственно, слезать какое-то ядовитое вещество со своей шерстью, часть, часть это бывает среди домашних животных, если неправильная обработка от блох произошла, да, или там какие-то шампуни, вот. И нередкий случай отравления, когда животные заглатывают, там, какие-то лекарства, и чаще всего это бывает на улице, да, когда у нас что-то распрасывают у каунтера. Ну, и дома тоже, если оставят лекарства, то некоторые животные с удовольствием их передают. Значит, симптомы отравления бывают, значит, варьируются очень широко, в зависимости от того, каким веществом было отравлено животное, значит, как правило, проявляются внезапно, ну, и быстро нарастают. Значит, то, что наблюдается у животных, можно отметить слабость, обильное слюнотечение, дрожь, рвота, ну, вот, бывает не всегда увидеть, но некоторые замечают, судорожное подергивание мыш, учащенное поверхностное дыхание, болезненность в области живота, понос бывает, и, значит, излишняя возбудимость, все зависит от того, чем было отравлено животное, ну, или чем оно отравилось. Чаще всего у нас встречают отравления эзооцитами, значит, что такое эзооциты, это химические средства, которые идут на уничтожение вредителей из числа позвоночных. На сегодняшний день у нас существует огромное количество таких средств, значит. Значит, по природе собаки, так как они являются очень любопытными, они любят охотиться, либо они, ну, кошки тоже самое, соответственно, если кто-то живет в частных домах, чаще, часто ошибка владельцев бывает в том, что они отравят грызунов, и, соответственно, животное может поохотиться и таким образом отравиться, ну, или разбрасывают в разные места отраву, ну, это док-хантеры, как раз-таки ядовитые приманки для уничтожения грызунов, разбрасывают. Так, чаще у нас бывает отравление эзоо-кумарином, значит, если он попал у нас в организм, то он медленно очень растворяется, и после всасывания повышает проницаемость капилляров, соответственно, это нарушает процесс свертываемости крови, что связано с ограничением образования протрамбина и приводит, соответственно, к кровоизлияниям различных характеров, то есть рвоты с кровью, понос с кровью, очень обильные. Это все мы видели с вами. Ну, причем иногда бывает, что не сразу это все появляется. Значит, сухие приманки сохраняют активность в течение нескольких месяцев. Токсичность. Чаще всего, так как у нас отравление происходит собак этим ядом, то токсичность, значит, говорим о собаках, варьируется в пределах 20-50 миллиграмм на килограмм. Весом кошки еще более чувствительны к этому яду, значит. Высокой резистентностью к зоу-кумаринам у нас обладают домашние птицы, как сухопутные, так и доплавающие. Значит. Клинические признаки возникают где-то через, ну, там, от 6 часов, будем, грубо говоря, брать, да, могут медленно, если протекают, если они недостаточно большое количество яд, то до 5 дней после их поступления в организм. Значит, при отравлении зоу-кумарином симптомы длятся 4-7 дней. Вот. А дефинацином тоже яд 2-4 недели. То есть, если есть подозрение какое-то из этих двух ядов, то усмотрим, сколько дней симптомы могут, симптомы у вас обнаруживаются. Так, ну, значит, дозу мы сказали, так, где-то в пределах 20-50 миллиграмм. Значит, симптомы какие могут быть при отравлении? Одышка, аниме и слизистых, присутствует слабость, кашель с кровью, кровавая рвота, стул с кровью будет, бледность, анорексия, кровотечение может быть из носа, рвота, естественно, может быть нарушение шаткости походки, хромота наблюдается, подкожная геморрагия, коксиняки, гематурия, ну, абдоминальная боль, дрожь. А температура тела чаще всего в норме, либо она может понижаться. И все эти признаки не всегда могут быть совместны. Также кровь может проникать в ливральную и в душную полость. Кровотечение могут быть. Кровь может быть. Продолжение следует... На сборе анализа описанных клинических симптомов, которые выше. Если у вас вызвало подозрение на отравление, то есть по симптомам, то значит вы уже начинаете лечить как отравление. И соответственно во многих случаях вы начинаете лечение по симптомам анамуза. Потому что определить яд, ну бывает, нужно затратить несколько дней, либо вообще невозможно. И еще плюс у нас очень дорого это стоит, то есть не всегда мы отправляем, не можем определить. Но чаще всего мы не определяем какой яд, мы начинаем лечить по симптомам. Значит основные принципы диагностики, что включает? Ну первое, что это клиническая диагностика, значит симптомы, синдромы. Лабораторная диагностика, мы исследуем кровь и мочу. И специальные исследования это УЗИ и ЭКГ. Значит анализ крови, что у нас показывает? У нас показывает анемию, тромбоцитопинию, гипопротеиномию, повышение щелочного фосфатайса, мы всегда видим при отравлении. Небольшое, значит повышение печеночных ферментов. Так что специфично повышение протромбинового времени, то есть это время образования сгустка феврина в плазме. По УЗИ диагностики, ну сама УЗИ диагностика необходима для дифференциальной диагностики первичного и вторичного заболевания. Для определения степени осложнения хронических каких-либо заболеваний, а также для определения степени функциональных особенностей органов системы. То есть на момент, когда идет уже лечение, вы как бы смотрите. Значит, ЭКГ для чего нужно? Ну так как отравление сопровождается нарушением ритма и проводимости сердца у животных, поэтому этот вид исследования мы проводим для того, чтобы была возможность контролировать процесс лечения и избежать возможных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Но если же у нас все-таки животное пало, то при патологическом вскрытии мы находим множественные мелкопятнистые либо точное кровоизлияние на слизистой оболочке желудка, кишечнике, селезенке, почках, в сердце. Бывает, что в сердце, даже не то, что в кровоизлиянии, а там в сердце может быть наполнено кровью, да, в мозге. Так вот уже могут быть выраженные кровоизлияния в грудной и брюшной полости, чем кровянистая окрашенность содержимого желудка и кишечника и отдельное кровоизлияние различной величины в подкожной соединительной ткани будет. Это при отравлении. До лечения понятно, да, в силу кукумус? Ну, в принципе, мы все это знаем. Может быть, просто какие-то новые. Так, значит, лечение. Если в день, когда произошло само поедание яда, признаки поражения желудочно-кишечного тракта не было, то есть рвоты и угнетения, животное било себя нормально, то, значит, такие методы, как принудительный вызов рвоты и промывание желудка, они уже будут неэффективны, так как между поеданием, там, отравой, либо корзуна, отуслеели, да, проходит достаточно много времени, ну, и сам яд всасывается уже в организм, поэтому нет смысла. Значит, что в себя включает неотложную помощь? Значит, особенность неотложной помощи при острых отравлений. Исключается у нас необходимость сочетания поведения, значит, таких мероприятий, как ускоренное выведение токсинов из организма. Это, значит, метод активной детоксикации, срочное применение специфической антитодной терапии, если вы знаете, какой яд, и симптоматической терапии. Это если, ну, при любом яде и также если яд неизвестен, ну, в любом случае. Значит, первое у нас, то, что ускоренное выведение, значит, для ускоренного выведения токсического вещества из организма, значит, первое, что нельзя делать, это кормить животное, так как кормление может привести к быстрому всасыванию яда. Вызвать рвоту необходимо, обязательно. Можно купить большое количество воды, ну, или, значит, какими-то... Ну, перекиси водорода можете дать, из расчета 1 к 1. Значит, с водой обязательно. Значит, если, ну, после рвоты, либо если рвоту не удалось вызвать, мы даем эти абсорбенты. Значит, это может быть интерст-гель, да, полисорб, активированный уголь. Ну, вообще таблетка рассчитывается на 5-10 килограмм веса. Вот. А абсорбенты мы выпаиваем несколько раз. Не один раз. Ну, и, соответственно, это слабительные средства, там можно сделать клизму. Это вот первое у нас, то, что для выведения токсического. Ну, это если мы успели. Применение специфической антидонной терапии. Ну, мы все знаем витамин В6, передоксин инъекционный. При отравлениях мы дозировку увеличиваем. Если у нас мы не знаем, ну, как бы животные аллергик, но мы не знаем, есть ли реакция на витамины группы В. В любом случае, да, ну, вы смотрите состояние животного, вы не делаете, но однократно. То есть, потом уже вы не повторяете этот витамин. Вот. Ну, дозировку мы увеличиваем. Там, это было в 3 раза. Витамин К, конакион, но в крайнем случае, если его нет, так как он у нас в клинике такого нет, в аптеках его не всегда можно найти, то можно применить витасол. Дрессировку тоже увеличивается. Унитио, это человеческий препарат тоже. Он у нас эффективен, является антидоном к некоторым видам отравлений. Ну, и, соответственно, абсорбенты и атропин. Витамин К, так симптоматическая терапия то она применяется в любом случае и особенно мы ее применяем если нам яд неизвестен значит а как у большинства животных не всегда удается выяснить причину значит отравление но и вызваны то что тяжелом состоянии да не всегда чаще всего к нам животное поступает отравление неизвестным ядом значит ликвидации такого патологического процесса антидотов может быть недостаточно вот и поэтому при этом мы значит применяем лекарственные средства которые воздействуют у нас на той на какое-то или либо звено в цепи патологии патогенетических нарушений ну и соответственно которые вызывают определенные симптомы заболевания значит значит основные значения приобретают средства патогенетической и симптоматической терапии это при воздействии на основные значит особое значение значит при воздействии на основные изменения патологического процесса то что происходит в организме значит когда сохранение нормальных функций того или иного животного ну жизненно важного органа нас может сыграть решающую роль в значит предотвращение летального исхода например такие симптомы как сани цианитит значит цианитическая окраска кожи и видимых слизистых оболочек резкое расширение зрачков мире не реагирующих на свет характеризуют нас асфиксию возникшую при отравлении веществами глюдающего типа действия это могут быть наркотики снотворные анальгетики а своевременное применение в таком случае искусственной интелляции легких является важным фактором в борьбе за спасение живого пока вы ищете там другую причину отравления но я значит успех такой терапии у нас зависит от того насколько адекватно разработаны лечебные мероприятия значит для применения устранения симптомов травления для этого значит мы должны четко понимать механизм действия симптоматического средства определяющего спектр его фармакологического лечебного эффекта значит с другой стороны также успех терапии зависит от ясного понимания сущности патологических процессов которые лежат в основе возникновения какого-то из симптомов отравления очень часто при отравлении бывают судороги это знаем значит она характерна судорожная реакция она характерна у нас для многих отравлений и может быть причиной очень тяжелых осложнений ну и соответственно вызвать летальный исход для устранения применяют чаще всего конечно препараты которых у нас клиниках нет и нам это очень ну как бы поэтому нам не всегда удается как бы нейтрализовать этот эту реакцию значит использует внутривенно объединение барбитуратов у нас их нет значит также в тяжелых случаях это эфирно-кислородный наркоз либо санты но иногда можно сделать чуть-чуть на курс погрузитесь это может хоть как-то помочь также отравление у нас значит часто сопровождается очень сильными болями доминального характера значит сильная боль она значит может вызвать шок для лечения используют наркотики ну если очень сильная боль то используют наркотические анальгетики но промедол у нас можно еще как-то достать вот они также являются очень эффективными средствами профилактики терапию шоку вот это с усиленной боль также очень важно следить за температурным режимом то есть за температуры тела при отравлении но может подниматься так и опускаться значит если у нас низкой температуры тут для согревания мы используем умеренное тепло это грелки и соответственно укутываем но если вы просто укутите без грелки до холодное животное но не согреется таким образом если температурой повышенная при гипертимии мы назначаем литическую смесь если отравление золоку марином то мы флексопрофен наш любимый что он разжижает значит свертываем значит и мы можем там влажный какие-то ну лед использовать сухой там какой-то прикладывает да в паху в область все что у там литические смеси в общем все что может понизить нам температуру также у нас при отравлениях возникает дыхательное расстройство часто и соответственно очень часто припадут к летальному исходу это значит она бывает часто и животное погибает чаще животное погибает даже когда мы не успеваем ничего сделать отдыхательной недостаточности защита для этого мы используем кислород сейчас по многих клиниках наших есть кислород поэтому в принципе нарушение водно-солевого равновесия при острых отравлениях значит нарушение водно-солевого равновесия нас выражается дегидратации или гипергидратация различают значит вне клеточную и внутриклеточную дегидратацию и гипергидратацию они могут сочетаться между собой значит если ну как то мы знаем что повышение либо понижение содержания воды в организме значит у нас может привести к тяжелым расстройством ну и соответственно к смерти при отравлениях чаще всего у нас наблюдается вне клеточная дегидратация и который теряет у нас большое количество солей и большинство отравления на сопровождается диспексическими явлениями от рвота и поноса у некоторых соответственно больных животных рвота носит неукротимый характер она постоянная при многократной рвоте происходит значительность соответственно потери воды электролитов за короткий промежуток времени а если они сочетаются рвоты и понос то соответственно потери могут быть в два раза больше значит такое лечение должно быть у нас строго индивидуально рассчитана на животных соответственно лучше всего жидкости водить внутрь вена при выраженных значит расстройствах кровообращения мы будем сначала раствор увеличивающий объем циркулируем крови это может быть белковые какие-то там да либо это плазма может быть крови вот там ареополиблики ну то есть заменитель плазма то есть где-то 15-30 миллилитров на килограмм но их нужно такие растворы по креооболиблики нужно вводить очень медленно и лучше всего сначала в течение какого-то короткого времени там вести например в течение минуты 30 капель и посмотреть потому что бывает аллергические реакции у животных если там но выключаете в течение минут двух наблюдаетесь все нормально как продолжаем значит дальше уже переходите к поддерживающей дозе которая нужна и значит а дальше добавляем уже изотонический раствор натрий хлоридом если у нас идет тяжелая степень дегидратации значит мы вводим также значит натрий хлорид ну там где-то за счет где-то вообще-то 20 30 миллилитров на килограмм но свой мы должны смотреть кого количество жидкости нас потеряно значит гипертонические растворы глюкозы нежелательно так как они усиливают гипертонии плазмы и переходит переходит в клетки усугубляет соответственно сосудистый коллапс могут привести к отеку мозгу а если вы все-таки копаете глюкозу 20 40 процентный то надо ее чередовать с натрий хлоридом а так как у нас происходит дефицит соли соответственно в клетке то мы еще можем добавить рингера раствор значит увеличение диуреза у нас уменьшение относительной плотности мочи и стабилизация артериального давления улучшение общего состояния у нас свидетельствует о том что мы дозы или чем но и как бы лечение подобрали правильно значит при отравлении хочет часто нарушается баланс калия в организме и тогда а это называется гипокалини у нас значит так происходит обильная работа она сопровождается как раз таки большим количеством значит потери большого количества хлора на 3 нас несколько меньше теряется и калий значит потери хлора у нас обуславливает комплексатор на повышение концентрации бикарбоната натрия и возникновения значит возникновение вне клеточного гипохлоримического околоза значит кроме этого у нас происходит перемещение калия из клеток во вне клеточную жидкость и при нормальных цепочек усиливается его экскреция с мочой он выводится а значит обедение клеток калия приводит к замещению его натрием соответственно 3 дефицита внутри клеточного калия у нас замещается натрием 1 3 иона водорода таким образом возникает у нас избыток водородных ионов внутриклеток и развитие внутриклеточного ацидоза угнетающего способность кальциевых клеток почек значит разорбировать хлор также служит из-за из-за снижения уровня калия у нас в неклеточном секторе отражается на желудке она начинать функция желудка и кишечника вот и соответственно из-за этого у нас мой ну как бы возникает атония она вызывает новый приступ работы в результате чего у нас возникает этот порочный круг что они скончаем на работу значит следующее нарушение кислотно-щелочного состояния при отравлениях значит нарушение кислотно-щелочного у нас зависит от количества яда степени значит расстройства дыхания кровообращения и сопутствующей почвенной недостаточности и рвоты значит при острых отравлений нас чаще всего развивается ацидоз значит для борьбы с ним с ацидозом значит мы применяем 10 процентный раствор лактата натрия либо 2 2 5 процента раствор гидрокарбоната натрия значит а так как даже очень тяжело рассчитать значит она у нас зависит от продолжительности характера ацидоза и соответственно масса тела поэтому а после значит введения первичной дозы где-то можно рассчитать на 5 1 миллилитр на килограмм это у нас идет гидрокарбонат а и вот так натрия где-то 25 миллилитр на килограмм значит определяет нас показатели кислотно-щелочного состояния это паш и щелочной резерв крови то есть кровь надо следует и соответственно уже для коррекции мы вводим дополнительную дозу если это необходимо значит из но если рассматривать два этих препарата то есть двух применяемых препаратов лактат натрия он более мягко корри значит коррегирует двиг кислую сторону не вызывает значительных колебаний ph при значит отсутствие гипоксии он повышает энергетические ресурсы миокарты и стимулирует сердечную деятельность и соответственно он обладает очень мягким диуретическим дегидратационным и дезинтоксикационным действием и соответственно то уже но мы знаем что он нормально действует на организм да то мы можем дожить значит рассчитывать 20 миллилитров на килограмм также как обычный физиологический раствор осложнение он не даст но это после только но когда мы первую дозу прокапали и кровь провели вот значит значит полете противопоказанием для него для убедения этой гипоксии будет являться гидрокарбонат натрия это он быстро компенсирует ацидоз но при наличии дыхательных дыхательных гипоксии коррекция неустойчиво кроме того он способствует гемолизу и развитию отеку легких то есть его нужно копать аккуратно острый почечный достаточность при острых отравлений значит в лечении острый почечный достаточность у нас необходимо сочетать консервативную терапию и своевременное проведение гемодиализа мы его не проводим значит чаще всего мы консервативных терапии проводим значит в период восстановления диуреза у нас особое внимание мы уделяем состояние водно-электролитного и равновесие и уровня азотомии ацидоза когда восстанавливается диурез жидкость но жидкость следует водить со строгим учетом потерь и избыточное введение воды соли иногда приводит к дегидротации соответственно мы должны следить как он в туалет ходит ну-ка по животному вот если мы допустим изначально капли большое количество медленно дату потом просто как он уже так как положено значит успех значит симптоматическая нас терапия зависит а доза применяемых веществ и пути введения минимальные значит терапевтические дозы обычно оказывается у нас не всегда эффективными но и значит если мы будем применять очень большие дозировки то они будут могут быть токсическими и давать нагрузку на организм соответственно излишне поэтому выбор дозы препарата нас определяться должен тяжестью состояния обязательно возрастом выраженность какого-либо симптома которую требуется устранить то есть опять же подходим индивидуально каждому ну к выбору дозировок значит при применении также симптоматической терапии следует учитывать нам значит необходимость ликвидация какого-либо симптома отравления такая терапия используется в общем арсенале средств борьбы с отравлениями на вязать ну как бы более оказывается эффективный борьбе с лечение отравления ну и в принципе последнее у нас это профилактика всегда значит на профилактику естественно не надо необходимо строго соблюдать инструкции по применению приманок если мы травим грызунов в домах частных или где-то и соответственно если трупы этих животных ну грызунов мы должны владельцы там или объяснять владельцам нужно собирать и уничтожать чтобы животных не хватало и не играл с этой мышкой вот значит если так как у нас очень много док-хантеров то значит домашних животных рекомендовано проводить на поводке и на морднике и очень и следить за тем чтобы животных не подбирала и не поедал ничего с помоек с мусорок вот и соответственно чтобы никто не на улице не кормил животных вот обработки все там от плохо и от листов должны проводить строго должны проводиться с соблюдением доз обязательно чтобы дозировки соблюдались тогда в принципе можно избежать отравлений но в принципе первая часть вот нас пока если есть вопросы давайте с вами рассмотрим какие-то вопросы социумс социумс ма ма ну все громко грызу грызу громко Пожалуйста. Вторая часть на следующей неделе будет, но там я хочу рассмотреть сами отравление именно домашними растениями, потому что помимо у нас зоокумалин, у нас очень часто животные нравятся домашними растениями, поэтому, наверное, это будет актуальная тема. Я уже слышала об этом отравлении, об этих отравлениях. К сожалению, пока такой информации нет, пытались лечить. Поэтому пока ничего не могу сказать. Одно было в этом случае, но я сама лично с этой собачкой не контактировала, просто консультировала. В другом городе было отравление. Это как раз-таки средства, которые мы обрабатывали. Вот сейчас мы обрабатываем. А, да, вроде все нормально. Но, кстати, там просто стандартную терапию мы применяли. Вот, по-моему, да, все нормально. Кстати, судороги тоже были судойки. Да, хорошо. может быть расскажет у кого кипели интересного отравления каким-то веществами но такими необычными поделиться опытом а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...